Прекрасным днём я шёл на работу, в начале, ну утром, около 9 утра. Шёл на работу, я живу в Харькове, метро студенческое. Не доходя до метро студенческое, у нас есть ЖЭК, при ЖЭКе находится то ли комната милиции, то ли комната участкового, я так и не понял. В общем, возле этого ЖЭКа, там 50 метров до метро, меня остановил товарищ милиционер, попросил документы. Документов у меня с собой не было. Он сказал, давай мы тебя пробьём по базе на наличие судимости и так далее. Я ему назвал свои фамилии, имя, отчество, соответственно, дату рождения. Он меня завёл в комнатку, в комнатку сидело ещё два человека, таких же, как я, видимо. Не, видимо, а точно, потому что один из них приехал со мной аж сюда. Он взял у меня мою информацию и ушёл. Мы втроём сидели-сидели, я там просидел час, парни в общей сложности просидели два часа. Приехал микроавтобус, нам сказали, поехали, парни, проверимся в военкомат, списки проверим. Я говорю, нет, не поеду, у меня работа, я опаздываю, все дела. Они говорят, полчаса делов, поехали, московский военкомат. Думаю, ну ладно, поехали. Сели в микроавтобус, поехали. Покатались мы ещё по московскому району на этом микроавтобусе. Насобирался целый микроавтобус, 11, по-моему, человек всего. И после этого мы двинулись на сортировку. Сортировка – это областной военкомат, название народное. Приехали на сортировку где-то в час дня. Нас по очереди, нас сфотографировали на мобильный телефон, якобы для того, чтобы показать, что мы приехали целые невредимые, что нас никто не бил, телесных повреждений нам не наносили. Не уверен, насколько это правда. Нас сфотографировали, ещё раз переписали всю нашу информацию. И всё, сказали сидеть. Все, естественно, возмущались. С нами беседовал полковник или подполковник, не уверен, фамилию тоже не помню. Он с нами беседовал. Он сказал, что нас привезли в военкомат для того, чтобы оповестить о призыве на срочную службу. Нам рассказывали, что все призывники якобы должны в течение 10 дней с момента оглашения призыва явиться в военкомате для уточнения списков. Это единственное, что нам сказали. И сказали, что нас привезли, чтобы оповестить о том, что начался призыв. Нам никто не запрещал пользоваться ни мобильным, ни интернетом, ничего. Я звонил, естественно, папе, звонил друзьям, пытался что-то узнать, потому что это достаточно стрессовая ситуация была. Я не верил до конца, что можно вот так вот взять и сходу все оформить. Но никто ничего не смог решить, к счастью или к сожалению. Также мы вызывали милицию. Кто-то, в том числе я, писали заявление в милицию на неправомерные действия милиции. Я написал, оставил свой номер телефона, естественно, но с тех пор ни звонков, ни оповещений никаких, ничего у меня не было. Мы сидели-сидели. Вот где-то с половины первого мы сидели-сидели. Несколько ребят спетляло через забор по Шурику. Вечером уже, наверное, около 9 или 10 откуда-то появились наши якобы дела из военкоматов. Естественно, я приехал без паспорта, без ничего. В моем деле, как я потом выяснил, нет ни копии паспорта, ни идентификационного кода, ничего. Ребята поговаривали, что у них в делах фальшивые ксерокопии просто с подставленными ихними фотографиями. Есть у нас ребята, которые женаты с детьми. Они говорят, что у них в ксерокопиях ни жен, ни детей, ничего нет. Вот так. В общем, просидели мы там, привезли наши дела. Где-то в полдвенадцатого была команда построиться, выходить на улицу. Мы сели в автобус и поехали. Двадцать один человек ехал в автобусе, плюс четверо, по-моему, сопровождающих. Мы ехали также с конвоем до какого-то периода, не знаю, наверное, до границы Сумской области, мне кажется. Мы приехали сюда в полвосьмого утра. Военная часть, я, наверное, номер не буду называть. Военная часть, которая занимается так называемой учебкой. Раньше это был, наверное, КМБ, сейчас не знаю, есть такое понятие или нет. Учебка, да, на месяц. Ну, то есть, когда мы сюда приехали, у нас уже никто ничего не спрашивал. То есть, ну, естественно, это уже другие люди, это военные, это не милиция. Они сказали, все, приехали, будем служить. Ни медкомиссии, ничего у нас не было, ни тут, ни в Харькове. Ну, половина ребят точно, с которыми я ехал в автобусе, половина ребят точно с белыми билетами. Один чувак я видел сам. Как это называется? Когда вены пухнут. Варикоз второй степени. У него вот такие вены на ногах. Он говорит, мне нельзя, я не могу, ну, как, как, как. Ничего, никто не спросил ничего. Я в своем деле, опять же, видел, у меня написано здоров по всем параметрам. На облику на стоить, на стоить, не стоить. Ну, я и так не стою, но я не знаю, не проверяли или нет. Дальше будут распределять по специальностям, по воинским частям. Некоторые ребята, которые уже месяц тут, они некоторые уже уезжают. Житомир, Винница, говорят, Одесса еще. Вроде так. У него ничего не остается, я думаю. Я всегда считался человеком позитивным, поэтому я стараюсь находить какие-то положительные стороны. Есть тут хорошие ребята, есть тут хорошие упражнения. Не только физические, но и для ума. Как ты вважаешь, твои права, как громадянина Украины, были порушены? Однозначно. Не верю в эту страну. Уже давно, а сейчас окончательно. А служить будешь честным видом? Ну, постараемся. Продолжение следует... Продолжение следует...